Чебоксары В городе химиков любители и профессионалы от велоспорта, чтобы помериться силами в искусстве управления маунтэнбайком, собираются в Ельниковской рощи. Извилистый рельеф парковой зоны позволяет менять конфигурацию гоночной трассы в зависимости от квалификации велосипедистов. Так что неудивительно, что на параде открытия всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера Республики Василия Яковлева в одном строю вместе с начинающими спортсменами стояли их старшие коллеги, имеющие опыт выступления на международных состязаниях. Очень хочу, чтобы слоган нашего соревнования «Велоспорт – это хорошо» был как руководством действия каждого человека. За шесть лет проведения соревнований уже появились традиции. Так, право первым выйти на старт предоставляется самым юным. В этом году в числе тех, кто открывал гонку за награды, была и восьмилетняя воспитанница спортшколы «Нагорная» Анна Смирнова. Юная москвичка свой дебют на Научебоксарской трассе отметила победой в группе девочек 2006 года рождения и моложе. Первыми гонщицу поздравили мама и бабушка. Я занимаюсь в спортивной школе Олимпийского резерва «Нагорная». Там работают моя мама и дедушка. Там занимается и мой брат. Кстати, участников соревнований ждали весьма достойные награды, в числе которых были аксессуары для занятий велоспортом, ну и, конечно же, главный приз – гоночный велосипед. По жребию в этом сезоне за него боролись юноши 2004-2005 годов рождения. 17 гонщиков вышли на старт и каждый мечтал прийти к финишу первым. Но спортивная фортуна улыбнулась шестикласснику из Иваново Семену Трошину. На награде не приглашается девушки 2002-2005. Гонщики группы элита на этих стартах решали другие задачи. 22 июля в столице Чувашии стартует чемпионат России по маунтэнбайку. Так что новочебоксарские старты стали тренировкой в соревновательном режиме. Спорим мужчин, лучший результат показал самарец Павел Придеев. А вот у женщин борьба за верхнюю ступень педестала почёта развернулась между хозяйкой трассы Надеждой Качушкиной, её номер 311, и уроженкой Батыревского района Кристиной Ильиной, номер 310, ныне представляющей Сестрорецк. Битва опыта и молодого задора завершилась в пользу Надежды Качушкиной. Чемпионка России в велокросе, участница 26-летней универсиады, тактически правильно разложила силы по дистанции и финишировала с лучшим результатом. Это контрольная тренировка была. Самый главный старт это 24-го, чемпионат России. Хочу выступить достойно на чемпионате России, отобраться, ну как сборной России. Ну а для кандидатов в мастера Кристины Ильиной утешением стали призы за победу в юниорской группе. Вячеслав Ильин, Вести Чулаша.